Мир всем! О макияже! Никодим Святогорец пишет в своем труде Педалион, 1888 году. Никодим Святогорец пишет такие слова на 96-е правило 6-го Вселенского Собора. Этой же эпидемии подвергаются женщины, употребляющие белило или румяна, для привлечения к себе мужчин. Ах, как может Бог признать в них свое создание и свой образ, когда они носят другое дьявольское лицо? Разве они не знают, что уподобляются блудной и изевели? Итак, все мужчины и женщины, делающие что-либо подобное, подвергаются отлучению. Если же все это воспрещено мирянам вообще, то тем более клирикам и священным лицам, которые должны поучать народ и словом, и делом, и внешним благочестием. Никодим Святогорец, Педалион, 1888 год. Также святые отцы говорят, священномученик Киприан Карфагенский пишет. Кожу ты осквернила поддельным натиранием, волосы изменила несвойственным цветом, вид твой искажен ложью, образ извращен, лицо твое чуждо тебе. Ты не можешь видеть Бога, когда глаза у тебя не те, какие дал тебе Бог, но какие подделал дьявол. Ему ты последовала, ты подражала златоцветным и раскрашенным глазам змия. Враг убирал твои волосы, с ним и гореть тебе. Святой Григорий Богослов пишет, не стройте женщины на головах у себя башен из накладных волос, не выставляйте на показ нежной шеи, не покрывайте Божия лика гнусными красками. И вместо лица не носите личины. Если природа дала вам красоту, не закрывайте ее притираниями. А если при рождении не получили вы дар красоты, то избегайте второго безобразия. То есть не заимствуйте красоты в рук красоты, которую распутные женщины покупают за несколько монет. Святой Иоанн Златоуст пишет, Не увидишь на теле ея, то есть христианки, ни безобразного лица, ни окровавленных губ, ни уст, подобных устам медведицы, обогренных кровью, ни бровей, очерченных сажей, как бы от прикосновения к очагу, ни ланит, подобных стенам гробов поваленных. Все это сажа, прах, пепел и знак крайнего безобразия. Далее продолжает. Итак, не будем безобразить себя ненужными украшениями. Все творения Божие совершенны и ни одно не имеет нужды в твоем поправлении. Если бы кто по своему произволу решился что-нибудь прибавить к выставленной картине, представляющей царя, то за такую дерзость подвергся бы великому наказанию. Для чего же ты поправляешь творение рук Божьих, когда ничего не прибавляешь и к тому, что сделал человек? Верно, ты не представляешь гиенского огня. Верно, не чувствуешь пустоты в душе своей. Точно, ты совершенно оставила в небрежении душу, потому что все попечение свое истощаешь на плоть свою. И что я говорю о душе? И самому телу вашему вы не доставляете того, о чем стараетесь. Смотри, ты желаешь казаться красивой, но твои украшения делают тебя безобразной. Ты хочешь нравиться мужу, но это больше печалит его, и как ему, так и другим подает случай осуждать тебя. Ты хочешь казаться молодой, но это скорее приведет тебя к старости. Ты желаешь похвалы, но это наносит тебе бесславие, потому что такая жена стыдится не только равных себе, но и рабов и рабынь, знающих ее, а прежде всех стыдится себя самой. Но что говорить об этом? Я упустил здесь самое тягчайшее зло, то что ты оскорбляешь Бога, нарушаешь целомудрие, возжигаешь пламени ревности, подражаешь блудницам непотребного дома. Итак, представив все это, посмейтесь над сатанинской пышностью и дьявольским ухищрением. И оставив эти украшения или лучше безобразия, уготовьте красоту в душе своей, которая и ангелам вожделенна, и Богу любезна, и вашим мужьям приятно, чтобы вам и в настоящем, и в будущем веке приобрести славу, Которую все мы досподобимся получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава вовеки. Аминь. Преподобный Серафим Саровский пишет «Бойся, как гиенского огня, галок намазанных женщин, ибо они часто воинов царских делают рабами сатаны». Святая Библия пишет 1 послание Тимофею 2 глава 9-10 стихи «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». 1 Петра 3 глава 3-4 стихи «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или наряженность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом».